Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, и я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копьи и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь слава моя, воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи? И справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежая, и обгоревшая, да разнесет вихрь, Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек, Подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Псалом 58 Начальнику хора Не погуби Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу мою, Собираются на меня сильные, не за преступление мое, И не за грех мой, Господи, без вины моей избегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне, и возри Ты, Господи, Боже сил, Боже израилев, восстань посетить все народы, Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников! Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, Ибо, думают они, кто слышит? Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы, Сила у них, Но я к Тебе прибегаю, Ибо Бог заступник мой, Бог мой, Милующий меня, Предворит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих, Не умерщляй их, Чтобы не забыл народ мой, Расточи их силою Твоею, И не зложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их, Есть грех уст их, Да уловятся они в гордости своей заклятву и ложь, Которую произносят. Расточи их во гневе, Расточи, чтобы их не было, И да познают, что Бог владычествует над Иаковом До пределов земли. Пусть возвращаются вечером, Воют, как псы, И ходят вокруг города, Пусть бродят, чтобы найти пищу, И несытые проводят ночи, А я Буду воспевать силу Твою, И с раннего утра провозглашать Милость Твою, Ибо Ты был мне защитую И убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, Ибо Бог заступник мой, Бог мой, Милующий меня. Псалом 59 Начальнику хора На музыкальном орудии Шушан Эдуф Писание Давида Для изучения Когда он воевал Сирию Месопотамскую И Сирию Цованскую, И когда Иоав, Возвращаясь, Поразил двенадцать тысяч Идумеев В долине Соленой. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, Обратись к нам. Ты потряс землю, Разбил ее, Исцели повреждение ее, Ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему Жестокое, Напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, Чтобы они подняли его ради истины, Чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею И услышь меня. Бог сказал в Освятилище Своем, Восторжествую, Разделю Сихем И долину Сокхов Размерю. Мой Галаад, Мой Моносия, Ефрем, Крепость головы моей, Иуда, Скипетр мой, Муав, Умывальная чаша моя, Наедома Простру сапог мой, Восклицай мне, Земля филистинская. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не ты ли, Боже, Который отринул нас, И не выходишь, Боже, С войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, Ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не зложит врагов наших. Псалом 60 Начальник ухора На струнном орудии Псалом Давида Услышь, Боже, вопль мой, Внимли молитве моей. От конца земли Взываю к тебе в уныние сердца моего, Возведи меня на скалу Для меня недосягаемую, Ибо ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага, Да живу я вечно в жилище твоем, И покоюсь под кровом крыл твоих, Ибо ты, Боже, услышал обеты мои И дал мне наследие Боящихся имени твоего. Приложи дни ко днем царя, Летай его, продли в род и род, Да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине Охранять его, И я буду петь имени твоему вовек, Исполняя обеты мои всякий день. Притчи, глава двенадцатая Кто любит наставление, тот любит знания, А кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, А человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, Корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, А позорная, как гниль в костях его. Помышления праведных — правда, А замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых — несчастье, И нет их, а дом праведных стоит. Хвалят человека по мере разума его, А развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, Нежели выдающий себя за знатного, Но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, Сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, Тот будет насыщаться хлебом, А кто идет по следам празднолюбцев, Тот скудаумен. Кто находит удовольствие В трате времени за вином, Тот в доме своем оставит бесславие. Нечестивый желает уловить в сеть зла, Но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, Но праведник выйдет из беды. Смотрящий кротко помилован будет, А встречающийся в воротах стеснит других. От плода уст своих Человек насыщается добром, И воздаяние человеку По делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, Но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, А благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, А у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, А язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, А лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, Радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, Нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом устал живые, А говорящие истину благоугодно ему. Человек рассудительный скрывает знания, А в сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, А ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, А доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, А путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, А имущество человека прилежного многоценно. На пути правды — жизнь, И на стезе ее нет смерти.